всем привет вы на канале крипто коммонс это будет быстрый обзор биткоина и вообще всех рынков и мы обратим с вами внимание на очень интересную раскорреляцию которая происходит прямо сейчас начинаем итак смотрите что у нас произошло вчера биткоин начал уверенно расти после этого индекс доллара начал пампить открылась америка и все рынки начали падать биткоин тоже упал но после этого обратите внимание декс доллара пошел в боковик и наверх но биткоин отрос обратно и продолжает подбиваться к верхней границе сопротивления в районе 21 тысячи то есть произошла декорреляция как мы с вами видим при этом давайте сравним что было с другими рынками когда открылась америка это та же нефть посмотрите нефть отреагировала на рост индекса доллара стремительным падением и после консолидации когда он пошел наверх продолжила падать то же самое можем сказать и о золоте о нашем любимом защитном активе посмотрите какая четкая декорреляция индекс доллара наверх золото вниз золото кстати очень интересно сейчас выглядит для среднесрочников или долгосрокеров для всех короче что я хочу сказать крипта показала себя очень даже неплохо в этой ситуации как повели себя акции давайте посмотрим nasdaq nasdaq открылся падением засадил всех в медвежью ловушку и снова начинает расти посмотрите отрисовывает w как и nasdaq так и smp и tesla все как бы идет вместе с долларом наверх это вообще какой-то бред потому что ну обычно мы знаем что корреляция абсолютно обратная давайте посмотрим на доллар рубль пару которая не учитывается в подсчете индекса доллара тем не менее что мы видим что рубль начал корректироваться то есть доллар начал укрепляться соответственно вместе с ростом индекса доллара мы видим и рост доллара к рублю до который сделал уже на 36 процентов укрепился доллар буквально там за сутки или двое в глобальной картине конечно же что можно сказать вообще похоже на разворот похоже на разворот потому что ну как бы мы с вами понимаем что вот это все было манипуляция и вот это все было манипуляция а на самом деле вот они средние значения все там же есть плавно плавно рубль скажем так ослабевает в пользу доллара и здесь конечно был хитрый хонд наших банкиров которые объявили там какие-то сначала крышесносные проценты за удержание валюты на счетах все в панике кто покупал здесь по 130 по 120 распродали все по 50 и теперь вроде как по логике пора бы да куда-то к средним значением вернуться красивый ход ничего не скажешь но с фиатными валютами это все понятно мне наоборот странно даже что на фоне того что происходит сейчас у нас такой сильный рубль он сравните тоже турецкую лиру допустим bitcoin к турецкой лире когда мы смотрим мы видим настоящее положение вещей он все еще в мега уране с повышающимися пиками и минимуме при этом bitcoin к рублю выглядит уже как ну как бы вообще как что-то с чем-то несмотря на то что он еще недавно переписывал тоже свои абсолютные максимумы короче говоря это чистейшая манипуляция вот кстати как там акции micro strategy поживают вот акции micro strategy поживают очень не густо и это конечно все наверняка тесно связано с тем что у них сто процентов резервов в биткойне вот но в отличие от того же биткойна акции micro strategy далеко не переписали свой исторический хай 2000 года пузыря доткомов и выглядит вообще как конченый скам да вот связи с этим что мы можем с вами понять вообще о настроении рынка ну нефть как бы и газ мы сейчас не смотрим там тоже самое им как бы давно пора уже в коррекцию посмотрите это важно понимать что происходит на мировых рынках чтобы понимать что происходит с биткойном и так далее нефть напоминаю вам что еще недавно ходила на ноль в мае двадцатого года пускай это было и фьючерс на нефть но тем не менее любой рынок он может обнулиться вообще как бы если чё вот тем не менее нефть сейчас просто испытывает небольшую коррекцию если вы посмотрите на недельном таймфрейме и все еще по ходу собирается штурмовать новые высоты кстати напоминаю что на бирже prime xbt ссылка на которую описание вы можете торговать все комодитис индексы в том числе и нефть и газ и золото серебро и все остальное то есть форекс валюты короче имея в обеспечении биткойн при этом вы можете держать биткойн или эфир если вы в крипто холлер крипто энтузиаст и верите в крипту и накапливать больше битка себе торгуя вот этим всем вот на фемиксы тоже кстати можно золото и на байбите прекрасно ланговать и шортить но окей по золоту и по нефти мы видим коррекцию но опять же эта коррекция в рамках абсолютно здорового скажем так бычего тренда как вы можете видеть из глобального графика но что по крипте и по акциям смотрите по акциям все на самом деле очень даже плачевно на мой взгляд посмотрите по индексам очень выглядит похоже на то что происходит сейчас на предыдущий пузырь доткомов нас даке посмотрите прям вот ридван делал аналитику кстати очень четко еще до этого всего падения вот по этому импульсу что он тоже очень был похож на вот этот и посмотрите что мы сейчас видим соответственно по моему мнению это конечно дисклеймер не финансовый совет я думаю что мы имеем дело с медвежьим рынком фонды уже насколько сильные будут отскоки дохлых кошек я не знаю но скорее всего мы увидим перелое вот этих вот лоев какой-то момент если мы будем иметь дело с медвежьим рынком при этом я думаю что золото и нефть будут расти как защитные активы как сырьевые активы а вот крипта что мы с вами понимаем что большинство тоже она выглядит смотрите как будто мы уже в медвежьем рынке и принципе это так и есть уже технически пустого как мы переписали 29 тысяч я вам в этом говорил находясь в дубае если вы помните говорил закрывать все позиции нахрен и ждать лучших точек входа сейчас локально похоже что крипта вместе с акциями отскочит а глобально как я уже вам говорил все ждут что она тоже уйдет в медвежий рынок мол это самый высокорисковый волатильный актив и так далее но у меня есть такое мнение чуйка у меня такая есть ребята что это все просто большая медвежья ловушка и я жду раскорреляцию крипты и фондового рынка потому что напоминаю вам что у крипты уже было три медвежьих рынка полноценных в то время как у фонды не было еще ни одного и почему вы вдруг думаете что если фонда сейчас уйдет в медвежий рынок то крипта типа тоже уйдет обязательно в глобальный медвежий рынок крипта может показать себя как раз как защитный актив в которой все бегут из других активов в том числе и фондового рынка поэтому на мой взгляд все еще на балансе вероятностей более вероятный даже сценарий это то что крипта сейчас просто развернется но сейчас это я имею в течение там полгода года и не будет никакого супер затяжного медвежьего рынка ну да сейчас наверняка мы отскочим потому что у нас тут уже ликвидности продавца нету просто все хотят закрыть шорты и все боятся покупать лонги это мы много раз видели это должно было случиться вот здесь уже но сдули еще сильнее значит соответственно выстрел тоже будет сильнее но вот дальше все будет зависеть от нас с вами потому что рынки не растут когда все их покупают это заблуждение что рынок растет когда розничный инвестор покупает нет рынок растет тогда когда в рынке никого нету розничный инвестор и все здесь продается сомневается в дальнейшем росте а манипулятор спокойненько спокойненько берет и это все дело накачивает ликвидностью и это мы видели много раз с вами и по самому биткойну и по другим монетам как он нас начинает удивлять поэтому я все еще ребята ставлю на тот вариант что мы сейчас с вами грубо говоря где-то вот здесь в более затяжном таком коррекционном боковом флете который пробьется наверх и мы увидим новые высоты в которые никто уже не верит на самом деле никто их не ждет а если и верит то на всякий случай по выходили с рынка потому что стрёмно вот и наблюдайте за арсаем за выстрелом из перепроданной зоны наблюдайте за сайфером за вот этими тремя зелеными точками как вот здесь вот здесь вот здесь что еще наблюдайте за индикатором хэш ribbons который уже кстати в чате пишут что у многих моргает сигнал buy ну вот у меня пока не моргает но в какой-то момент загорится и конечно же наблюдайте за индикатором p cycle bottom который тоже обязательно уже очень-очень скоро загорится когда вот эти два мувинга пересекутся они уже практически пересеклись друзья и давайте посмотрим как они отрабатывали в прошлых циклах вот здесь вот они пересеклись это было абсолютное дно хэш ribbons загорелся после этого сигнала на покупку уже вот здесь но кстати по дну мы еще долго ползали и возвращались грубо говоря к нему то есть был отскок потом возврат практически туда же перед полетом в позапрошлый раз писайкл загорелся тоже на абсолютном дне хотя возможно что мувинги кстати пересеклись еще где-то вот здесь на этой свечке до падения и хэш ribbons buy загорелся тоже уже позже вот здесь и потом еще второй и третий раз загорался вот здесь опять же мы флэтили почти год то есть исходя из двух предыдущих моментов мы можем предположить что дно даже если она уже достигнута или она близко то мы можем упасть еще сильнее и проваляться там еще полгода год даже сейчас вот посмотрите пока эти мувинги не пересеклись мы можем отскочить засадить всех в лонге потом упасть например ниже или не ниже но вот опять куда-то сюда они пересекутся это будет дно а потом мы просто еще вот как-нибудь так так и поползаем снова по этому дну и только потом начнем рост такой вариант скажем так он наиболее вероятен с точки зрения статистики и истории но еще раз вам повторяю что все происходит уже по-другому репта более зрелая таких жестких сквизов может не быть такого затяжного падения по количеству красных свечей и вообще безоткатного падения не было еще никогда в истории биткоина при этом при всем у нас не было сильной шпильки наверх то есть мы очень плавно дошли на 64 и 69 тысяч и пошли вниз то есть у нас не было вот такого пика волатильности поэтому у нас может и не быть вот такого пика волатильности так что сейчас для долгосрочных инвесторов для ходлеров просто идеальные на мой взгляд уровни чтобы заходить в крипту но опять же не во всю крипту очень много скама будет типа терр и лун и всякое прочего очень много банкротств и всякие кастодиальные кошельки и сервисы и прочее 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 лендинговый дефай протоколы нфти все это конечно же пузырь который лопнет как собственные фондовый рынок пузырь и пузырь долга и фиатная валюта это все пузырь а биткоин это не пузырь ребята это иголка которая проткнет весь этот пузырь поэтому если так произойдет я абсолютно не удивлюсь если биткойн сделает вот так вот и полетит сразу на 200 300 тысяч а потом и на миллион долларов только вопрос о том что от миллион долларов мы с вами уже не позволим себе даже яхту нормальную с учетом бешеной инфляции и вот я так и думаю что это будет происходить потому что фрс нам с вами гонит фрс просто нагло врет вы кому верите вообще этим жуликам у которых монополия печатать ничем не обеспеченные деньги они вам говорят там про одну ставку про один уровень инфляции а на самом-то деле мы понимаем что он гораздо другой в корне другой поэтому ребят все риски принимайте на себя локальная картина очень бычая глобальная еще раз говорю тоже бычая но среднесрочно могут устроить вот такую возню перед окончательным пробоем наверх поэтому торгуйте аккуратно поздравляю с промежуточным результатом нашу команду на байбит немного мы откатились назад 140 место в общем 13 в регионе ребята у нас есть еще 10 дней чтобы показать себя но не торопитесь не делать не обдуманных импульсивных покупок или продаж спокойно следуйте своей стратегии если у вас она своя то прекрасно я вижу там у нас 40 то и по эфиру куда-нибудь на 2 200 тоже можем спокойно отлететь даже если после этого последует очередная коррекция но это то что делаю я так дисклеймер вы можете делать как хотите если вы шортите в плюс то замечательно в общем ссылка нашу команду и на байбит как всегда в описании обзор как торговать на этой бирже сейчас у вас появится сверху вот здесь посмотрите обязательно если вы его не видели вот надеюсь вам эта информация была полезна по candle wave жду на дневке сигнал бай как только он произойдет обязательно опубликую информацию об этом у нас в телеграме так что подписывайтесь к нам в telegram вот и всем большущих профит роли как обычно до следующей встречи пока Субтитры сделал DimaTorzok